Снервованность, перелик, стресс. Снова спричнилась. Что-то сердце погано. Тримай Корвалмент. Корвалмент. Швидкая допомога вашему сердцу. Новый министр обороны Великобритании Гранд Шепс заявил, что в Украину впервые приедут военные инструкторы из Великобритании для обучения украинских солдат. Ранее Гранд Шепс в интервью изданию The Telegraph заявил, что помимо отправки инструкторов на территорию Украины планируется перенести также производство военной техники. Он также призвал британские оборонные компании открывать заводы в Украине. Министр обороны заявил, что уже провел по этому поводу переговоры с высшими военными чиновниками Великобритании. Он уже посетил Киев и встретился с президентом Украины. После визита Владимир Зеленский написал, что сотрудничество двух стран в военной сфере существенно расширяет возможности украинских военнослужащих на поле боя. Я на самом деле поседун сейчас испытал. На чем? На Англии. Поэтому надо долбить ядерным оружием и спокойно смотреть на то, как их сомнения стираются с их наглых упитанных мордов. Послушай. Вы знаете, вот нас все время пытаются обвинять в том, что мы махаем какой-то ядерной дубинкой. Не надо формировать образ врага из России. Я не против того, что я хочу ответку получить. Ты не получишь ответка. Мало этого. Какая? Какая у них есть ответка? Агайо тип. Какая у них есть ответка? Нет у них пока никакой ответки. Нет, мэра у них есть. Нет, конечно, и близко. Вот мы придумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендели совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. Мы уже воюем с НАТО. Мы воюем с НАТО. Друзья мои, мы не воюем ни с какой Украиной. Мы воюем со всем НАТО и немножко больше. Мы уже воюем с НАТО. Наша страна воюет с 3 миллионами 600 тысячами представителей армии НАТО. Эта война идет не с Украиной, а с НАТО. В том числе и физически солдатами НАТО. Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. Посмотрите потенциал НАТО. Посмотрите потенциал России. Ну что, вы решили, что мы сумасшедшие, что ли? Тем временем Белгородскую область России за ночь обстреляли более 100 раз. Об этом пишет в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков. Он рассказал о четырех пострадавших в разных населенных пунктах Российской и Белгородской области. Сразу после обстрела Гладков на своей странице ВКонтакте опубликовал фото с подписью «Встали с сыном в 3.30, поднялись на гору Бештау, чтобы встретить рассвет». В комментариях местные жители в ответ рассказали губернатору, как проснулись от звуков обстрелов и бежали в подвалы. А мы в Щебекино сегодня поднялись, чтобы побежать в подвал. Прикольно, правда? Лишь бы не было войны. И великий геостратег Вова Путин уберег россиян от этого. Операция развивается успешно. В строгом соответствии с заранее утвержденными планами. По расположению оккупантов в Донецке прилетели хаймарсы. На место первыми прибыли пропагандисты. И тут прилетело снова. Встреча с Америкой Мы воюем тогда с Америкой. Если ты воюешь с Америкой, странно бить только по Украине. Не воюем. У нас нет войны. Мы ведем специальную военную операцию. Воюющая война не прекращается. Когда закончится эта война, духовная война не прекратится. Она не имеет начала и конца до самого страшного суда. Не воюем. У нас нет войны. Мы ведем специальную военную операцию. Поэтому в условиях воюющей страны мы совершаем очень важное дело для нашей победы. Поскольку победу дает Бог. Дает никому попало, вернее. А тому, кто нравственно достоин принять победу. Нравственность воюющей страны это вопрос будущей нашей с вами победы. Кроме того, это вопрос нашего будущего. Мы просто детей потеряем. И за что воевать солдату, за что ему кровь проливать, за что превращаться в калеку, за что оставаться на поле боя недвижимым. За какой образ будущего воевать должен человек? За какой образ будущего человеку не страшно умереть? Именно за тот библейский тип мышления, за крепкую семью, за многодетные семьи, за нравственность христианскую, моноэтическую. Да, за нравственность единобожия. Поскольку наши братья здесь мусульмане, то скажем это так. Одно дело это киевский режим, а другое дело это потенциал НАТО. Это дополнительная нагрузка. Но наш потенциал позволяет продолжать в этих условиях операцию. У нас наступательные операции на самом Донбассе и прекращаются. Они идут. Идут небольшим темпом, но последовательно, постепенно, постепенно российская армия занимает новые и новые территории. Больше всего Кремль атакует турбопатриоты. За Россию! За Путина! Помнится, летом один из таких персонажей, спикер парламента Чечни, грозился всему Западу. Иншаллах, дальше вообще сомнений не должно быть. Пока Владимир Владимирович Путин не остановит нас, мы, иншаллах, дойдем до Берлина. А теперь ошметки Второй армии мира улепетывают в Освоясе. В оборот запущен термин «Белгородский фронт». Ничего себе тактическая перегруппировка. В ходе контурористической операции ударами ации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений в прикрытии государственной границы западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение поражения до полной ликвидации. Уничтожено более 70 украинских террористов, а также автомобильная и бронетанковая техника. По мнению закоренелых сторонников партии войны в администрации Пересидента, засели предатели, воры и враги Родины. «Россия в опасности, пора объявлять войну, военное положение и всеобщую мобилизацию. Иначе Путин капут, Россия капут». «Нам не замораживать надо, нам идти вперед, собрав новые силы, наполнив войска новыми свежими резервами, оружием и так далее, нам надо идти вперед». «Мы христиане, мы русские, мы россияне, мы открыли дверь и сказали, идите домой, вернитесь». «Наша задача – освободить все русские города». «А пощады не будет. Пощады не будет». «Отступать-то он или уходить никто не собирается, но каждый планирует как бы напасть-то он». «Ну, как вы видите, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задачи на определенном этапе этой боевой работы. Все идет по плану». «Как думаете, о каком международном звонке говорит так называемый лидер? Ежедневный созвон с Лукашенко или все же в КНДР будет звонить?» «Еще несколько коротких выступлений, как через 5 минут международный разговор, но 5 минут у нас еще есть. Пожалуйста». После хохмы о международном звонке Путин начал бредить о международном сотрудничестве. Российский диктатор изо всех сил пытается показать, что он не изгой. Однако получается это у него, мягко говоря, не очень. «Как уже говорил в начале, при тесном международном сотрудничестве с теми, кто к этому готов, с теми, кто хочет с нами работать. Это таких не просто немало, таких в мире много, если не большинство». Даже петербургский, якобы международный экономический форум, который России обошелся в кругленькую сумму, с этим не справился. В этом году по его итогам не было подписано ни одного крупного международного контракта. «Не смешно! Не поняли, да? Это Россия!» Всего сутки прошли с момента, когда московская биржа остановила торги долларом и евро. Это было сделано после санкций США. Для начала хочу вас спросить, есть ли у вас понимание, почему именно сейчас, в середине июня, на третий год войны, США устроили такие жесткие санкции? Или это какой-то в коем-каком смысле рандом, что это произошло именно сейчас? Ну, то, что могут быть такие санкции, на самом деле разговор шел давно и все время обсуждалось, накажут биржи и депозитарии, соответственно, клининговые центры не накажут. То есть это была такая ожидаемая история, но как бы была некая все-таки надежда, что поскольку желательно все-таки поддерживать какую-то внешнюю торговлю с Россией, то какой-то канал, по которому могут проходить расчеты, будет сохранен. Но в последние месяцы мы видим, что американцы очень сильно наращивают объем, как бы вам сказать, именно банковских санкций, и все время появляется сообщение о каких-то новых шагах в этом направлении. Видимо, в конце концов, перебрав море инструментов санкций, они поняли, что самый разумный и самый действующий инструмент – это именно банковские санкции, то действовать надо именно здесь, здесь все легче контролируется, легче управляется, и урон наносится России достаточно большой. Судя по этому, они, в общем, и начали наращивать как раз санкции именно в этом сегменте, и вот мы получили теперь эту ситуацию, ну, с разрушением привычной модели российского валютного рынка, ну, уж совсем до конца. Мне вот так хочется понять, насколько это действительно трагично будет для российского рынка, то есть писали, что остановили торговлю долларами и евро, и это было вчера, и от каких-то кухонных куларных разговоров до обсуждений в СМИ, это была одна из, наверное, главных тем, и сегодня я вижу там некоторые про Кремлевские горячие головы, пишут, ну, ничего страшного на самом деле, то есть американцы могут сколько угодно запрещать торговать долларом, но доллар, это как сравнивают они некоторые из них с машиной, то есть машину выпустили, она вышла с конвейера, и можно торговать ей спокойно, и вот московская биржа также спокойно может долларом или евро торговать и так далее, и это ни к чему не приведет, то есть они утешают себя так, так ли это? Ну, на самом деле, во-первых, сегодня еще и Великобритания, если вы знаете, добавилась к этим санкциям, потому что у нас еще и по фонту теперь закрыты, на самом деле они все не так красиво, как рассказывают горячие головы, о которых вы упомянули, на самом деле, торговать наличным долларом, да запросто, конечно, это просто некое такое товарное благо, которое можно покупать, продавать бумажки, это запросто, но мир-то держится торговлей бизнеса на безналичных денежных средствах, а они находятся формально в виде, так сказать, записи на корреспондентских счетах в американском банке, поэтому когда такие ситуации происходят, ну, ты можешь пытаться как бы обменять одни мертвые записи на одном, в одном банке, на другие мертвые записи в другом банке, вот, все, что ты можешь делать, но превратить это в реальные деньги, которые ты можешь послать кому-то в мире, чтобы эти деньги приняли, и, соответственно, ими заплатить, ты уже не можешь, потому что этого перевода просто не получается, поэтому что сейчас будет происходить? Будет происходить, ну, как вам сказать, возврат в 90-е, мне, конечно, вот скажут, что ты опять вносишь со своей идеей возврата в 90-е, что я могу поделать? Российская экономика упорно именно это и выделывает каждый день, что я могу с этим поделать? Не то, что я так предан этой идее, я просто ее фиксирую, поэтому, конечно, будут какие-то перевозки денег в наличной форме, будут какие-то посредники левые, которые будут пытаться проводить теневые полукриминальные или даже криминальные платежные операции, будут какие-то схемы хавала, только уже в масштабах бизнеса, но вот это то, что будет происходить, то есть нормальная система валютного обращения разрушена, будет создана какая-то эрзац-система, будут какие-то эрзац-курсы, уже, скажем, понятно, что курс доллара и евро в России теперь будет считаться через юань, то есть это будет некий условный расчет, то есть будет торговаться юань на московской бирже, соответственно, будет определяться курс рубля к юаню, дальше будет смотреть, какой курс юаня к доллару, к евро, исходя из этого вычисляться курс доллара и евро, значит, соответственно, к рублю, и по этому курсу будет пересчитываться валютная выручка. Ну, то есть, как видите, начинается такая ситуация ненормального, необычного, нестандартного, функционального работающего рынка, а это некая условная комбинация, но Россия так разрушает свою экономику, что она уже по этой дороге, кстати, уже пошла. Обратите внимание, что у вас, как бы, уже по нефтяному рынку работает та же условная схема, абсолютно, потому что уже нету никаких надежных цен на нефть, они искусственно рассчитываются Минфином, исходя из этого определяется, какой налог должны пройти нефтяные компании. То есть Россия переходит все более к условной схеме, и опять это уже похоже даже не на 90, А я бы сказал уже на СССР, где были какие-то условные курсы, и мы сейчас вернемся в СССР, у нас появится множественность курсов валют. Вот безумная история, у вас будет теперь курс межбанковского рынка, у вас будет курс ЦБ, который будет считать вот на основе данных межбанковского рынка и торгов по юаню, какая-то будет условная величина, у вас будет цена черного рынка, где люди будут пытаться торговать реально доступными валютными средствами, ну и в общем кошмар появится, видимо скорее всего какие-то спекулянты, а начнет возникать черный валютный рынок для граждан, а потом видимо и для бизнеса, ну в общем прелести будет много. Доллар, как известно, скукоживается. Шесть месяцев прошло с момента запуска моей программы. Программа «Деньги от апостола» заключается в том, что я плачу деньги за информацию. За шесть месяцев я выплатил более 50 миллионов русских рублей. Я плачу на карты банков РФ напрямую, на иностранные карты, на телефоны или же в крипте. Способы изучены, известны, вопросов ни у кого не возникает. Мне нужна информация от военных непосредственно с линии БС соприкосновения, а также от военных, находящихся в тылу. Начиная от рядового состава и заканчивая старшими офицерами. Сейчас появилась необходимость в информации от МЧСников, сотрудников аэропортов и сотрудников НПЗ. Первое. Приоритетная связь по WhatsApp. WhatsApp не прослушивается. То, что вы получаете себе на телефон смс, что ФСБ все контролирует, это все ложь и чушь. Второй канал связи – Telegram. Потом электронная почта для староверов. Пишите, отвечу всем. Если информация интересна, поговорим голосом. Информация всегда проверяется. Деньги наперед не платятся. Деньги наперед не платятся.